Доброволец 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 в протезировании. Сдовольствие достаточно дорогое, ну и, соответственно, для этого требуются ресурсы и усилия. До сих пор у нас есть какие-кории раненых, которым у нас, как бы это странно, не было срочной медицинской помощи. То есть это тяжелораненые, которые не смогли адекватно полечиться и которые до сих пор нуждаются в операциях, пластических операциях, в остеосинтезе и так далее. Это будет вторая группировка наших раненых. И я предлагаю наладить некую определенную схему взаимодействия. То есть, во-первых, в первую очередь, раненые должны представлять компоненты их подразделения, это желательно, насколько это упростит порядок работы. И я предполагаю, что схема будет такая. То есть мы собираем комплект документов на раненых. Первый условный комплект это то, что раненые является на работе Донбасса, какие-либо любые подтверждающие сведения командира, тех, кто его знал, либо какими-то другими путями человек может показать, что он реально получил ранение на Донбассе. Второй комплект это комплект медицинских документов. Многие, наверное, знакомы с их форматом этой эпикризы. И назначение, обращая на это внимание, то есть в эпикризе желательно была информация, что какой-то человек нуждается в таком лечении. И на основании уже медицинских документов мы формируем смету, включающую сопутствующие расходы на, допустим, содержание раненого там гостиницы, пенсионатик, как получится на транспортировку, то есть логистику и так далее. Это вот базовый комплект документов. Детально мы все это пропишем на нашем сайте. И, конечно, в первую очередь я приглашаю на медицинскую секцию, которая, я рассчитываю, пройдет во втором, во второй половине нашего собрания командиров тех подразделений, у кого есть необходимость в лечении раненых, и медицинских работников, многие из которых уже принимают массивное участие в помощи раненым, в том числе из разных городов. Во-первых, все должны друг друга знать, если кто не знает. Во-вторых, прямые контакты они всегда способствуют организации деятельности. Я надеюсь, что мы сможем достойно выполнить эту необходимую для союза работу, и она будет гарантировать, что люди, получившие ранения, лишившиеся социального статуса, работают и так далее, и все погибшие будут с нами забыты. Также я призываю оставить расприи, которые, как все мы знаем, имеют место быть, ради общего дела, которое мы делаем, и ради тех людей, которые за нами стоят, и за которыми мы отвечаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Работаем? Ага. Все устали, стараюсь быть кратким. Дмитрий Васильевич, на самом деле, понятно оставил, что для закрытой части, я, наверное, иногда озвучил две инициативы. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже много и давно говорят, что нужен памятник погибших непровольцев. Просто место, куда можно прийти, туда положить святые, какое-то одно конветное. Да, могли бы прийти просто люди, привезти детей, это важно, это нужно. И решать, наверное, нам самим. Вот нам здесь, сидящим в зале, все остальные, решать, где быть этому памятник. Вариантов много, это и Крым, и Ростов, и Москва. Хотим ему быть, возможно, конкурс проектов. Притом, возможно, объединение со всеми инициативами, группами, потому что попыток много, попыток создать некие мемориальные вещи. Так что, думаю, что на сайте для этого конкурса со всеми будем общаться, и, дай Бог, будет нормальная народная память. Куда действительно мы сможем подходить, вспоминаю наших погибших товарищей. Вторая вещь, это, наверное, опять же, на усмотрение. Стоит подумать о том, не учредить ли нам для себя во внутреннем кругу в день памяти воровольцев, вовших на Донбассе. Волганцу ездят 15 апреля. Нельзя сказать, крепить глагол, что они его отмечают. Тут не то, что должно быть что-то у нас. Такие вещи, наверное, нужны тоже, конечно, на усмотрение делегатов съезда, на усмотрение разделения. Это не то, что стоит решать. Ну и, наконец, у нас вот присутствует здесь 2004-я власть, у нас были члены, небезызвестные политические эмигранты. Ожидая съезда, он лишь написал о необходимости кодекса чести русского добровольца. Сначала сморщили, все за замполитская история, кодекс чести, дисциплинарное взыскание, а потом задумались, вы знаете, не будем играть замполитов, но ситуация, она такая простая, как уравнение. В 2014 году Россия и весь мир узнали о понятии русского добровольца. Сразу говорят, что русские тут разделяются пространство русского мира, он ученый любой веры, эмоциональности, политических взглядов, так понятно, это самое разное. Весь мир узнал про русских, вернее, про русского добровольца, и про русский мир тоже сами. Значит, часть людей, подавляющая часть населения России поддерживает, часть ненавидит, прежде всего, потому что не может понять, как это так можно взять и поехать. Буду получен нормальным людям. В общем, мы стоим на спине покрепия, мы получаем пьянью, подозревание, в котором не нашлось себе место в жизни. И, наконец, есть третья часть, которая хочет просто жить, жениться, детей растить, и чувствовать себя по защите, в том числе и от людей, которые могут идти на помощь, как добровольцы. Есть сами дети, которые растут. И в этой ситуации быть добровольцем это еще и большая версия. Наверное, нам надо ее оправдать. Просто подумать о кратких моральных тражей, тоже все это обсудить, абсолютно несрочно, в котором мы будем представлять себя обществом. Что общество нас видит, это не наша придумка, это уже так есть, так сложилось. Ну, наверное, одним из этих правил не будет говорить слов к криминалу, допускать это все очевидно. Наверное, я позволю себе, не тыкая, в закрытой части мог быть сказано, но хватит напомнить о том, что русского офицера, русского солдата, просто нормального русского мужика, прежде всего, отличала такая категория, как выдерживать. Выдерживать обсуждение. Я думаю, все понимают, о чем он говорит, и на этом я отвечаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Инициативы озвучены, с учетом того, что инициативы требуют дальнейшего развития. Вот их есть две в сухом остатке. Первая – это о формировании инициативы в последующем, создании памятника русскому добровольцу, и вторая – о разработке и внедрении кодекса чести русского добровольца. Предлагаю проголосовать за каждую для того, чтобы это решение имело свою точно юридическую основу. Кто за то, чтобы на сайте союза разместить и управленческую структуру союза разработать и продвигать и представить на утверждение союзу памятника русскому добровольцу? Кто против? Единогласно. На сайте мы разместим предложение по месту установки. Вот здесь Александр Юрьевич говорил о том, что есть разные мнения о месте. Действительно есть. Я тоже их слышал. Москва, Ростов, Крым. Еще какие-то есть варианты. Киев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Честь, шесть раз. Я только что отбыл. Со свежими новостями у меня спорта. Буду седьмой. И сколько дам еще году, как Бог булысловить, не ставится. Меня трудно классифицировать, но отнесите меня к бойцам невидимого фронта, потому что большая часть работы и романами, но мы работаем вместе с Альфой, поэтому распространяться не будем, кто знает это, библиотворит. И на память идут слова замечательного русского поэта Федора Тучева, который накануне Первой мировой войны сказал следующее. Оракул наших дней изрек, мир может спаян быть железом лишь до кровью, мы же говорим любовью, а там посмотрим, кто прочнее, о какой любви, говорит Федор Тучев, не о той слюнялой, махотливой, которая льется с экранов телевизоров, любовных романов, и там средств массовой информации, дезинформации и всего прочего, которым, кажется, движет весь мир, изливаясь к Богу. Это не та любовь. Это не толстовская лукавая любовь непротивления, зло, насилия. Это та любовь, о которой сказал Феофан Затворник, мой земляк, Камбовский, когда он сказал, что написал работу о противлении злу насилия. И вот российское государство является тот самым инструмент, который противится этому насилию во всем мире. Злу. Оно создано русским народом для того, чтобы не допустить ада на земле. И до тех пор, пока она стоит, враг рода человеческого, и зло не прорвется в мир. И поэтому все люди, которые участвовали в делах Донбасса, которые прорвали, прорвали свою кровь, они призваны к святому делу. Да, мы все грешники, от них теперь есть масса. Может быть, самый большой грешник. Если бы монахи молились как следует, тогда бы ребятам не пришлось браться за руку. Если бы батюшки окормляли своих прихожан, а не свечной ящик и свечной заводик. Наверное, было бы по-другому. Поэтому, знаете, говорят, там верующие и неверующие. Бэтформально верующие. Но самых верующих, ребят, я встретил поселок Александровка. Селок Александровка, знаете, да? Там, где 700 метров сидит, набросил снайпер, мне порекомендовали, что за этот угол не надо выходить. Так что они сказали? Знаете, вот, нас не надо жалеть. Мы пришли сюда убирать. И мы умрем. Батюшка, вы только скажите, за что? Это очень важно для русского человека. Недаром пролить, просто за что? И следующее. Они, собственно, когда их начинают жалеть, они говорят, не надо жалеть. Вы себя, говорят, пожалеете. Дело в том, что когда мы были живы, мы были мертвы. А теперь, когда мы умираем, мы оживаем, мы живы. Поэтому не выйдешь оттуда. Почему? Потому что чувствует призыв Божий. И когда русский человек почувствовал призыв Божий, это самая великая ему награда. Это самое высокое призвание. Чем напугать людей, которые шагнули в бессмерти? Это вот то самое русское. Чем напугать русского человека, который смерти? А в котором смерти не боится. Для которого положить жизнь за друге своя, есть весь смысл своей жизни. И он ее обрел на земле Донбасса. Не только вся Россия обрел на земле Донбасса. Там будет смерть в Божий. Поэтому единственным, знаете, есть такой поразительный момент в произведении Тараса Больба. Когда Астап, когда казаки берут казнь. Единственное, о чем просит, о чем Бога молит. Астап, батька, ты меня слышишь. Вот это единственное утешение, которое нужно русскому человеку. А что батька их слышит. Сынкин, батька вас слышит. И передает вам свое благословение. Так что, если бы он не слышал, я бы здесь не стоял. Прости, если чем. Загрешили перед русским народом, а всего лица монаршества, духовенства. И в то же время в нашем предложении о том, что душой солдата надо заниматься. Надо быть с ним рядом. Не отсюда, из Москвы по Салатику. А быть с ним там. Поэтому, уважаемые правления, прошу рассмотреть этот вопрос. И следует соответствующим статусам. Храни вас Господь и Матерь Божия. А День добровольца в Донбасс предлагает отмечательный йоги Победоносец. Я предлагаю предложение отца Макаре проголосовать в виде несоответствующих решений и тоже продвигать эту инициативу. Кто за то, что будет рассматривать Днем добровольца Донбасса, День святого Георгия, Прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Отлично, единогласно. Прошу внести в протокол.